Шеф-повар из народа Все будет хорошо, хорошо, хорошо Все будет хорошо Всем доброе утро! Напоминаю, что уже время включить телевизор Если вы включили, то смотрите шоу Кулинарное шоу Где творчество и вкус Сойдутся в поединке Это народный повар И я Герман Титов Мы начинаем! Сегодня на моей кухне Сразятся две команды Итак, подруги Юлия Зубенко Ольга Зорина Марина Горка Супруги Юлия и Александр Татарчук Поставы И оценивать вот это вот все Вот на кухне Будут настоящие знатоки Вкусной еды Строгие Красивые И справедливые Но главное Эксперт нашего шоу Шеф-повар Антон Каленик Учился у сильнейших кулинарных мастеров Италии и Франции Глава белорусского альянса поваров Слоу Фуд Единственный шеф-повар в Беларуси И первый в СНГ Который вошел в состав Всемирной ассоциации шеф-поваров И фермер Андрей Абрамов Белорусский ковбой Фермер и хозяин хутора В Брославском районе Строит деревню 21 века И производит там Деревенские натуральные продукты В замкнутом цикле Первый и пока единственный В Беларуси владелец Личного подсобного хозяйства Получивший сертификаты соответствия На органическую продукцию Итак, третьим экспертом Сегодня станет Суперфиналист Икс-фактор Беларусь Финалист Залетай в тренды Ну и просто, наверное Кумир молодежи Классный парень Никита Белько Какой у тебя рост, мужчина? 190 А у вас? Ты знаешь Последний раз Это было 192 с половиной То есть есть к чему стремиться? Ты знаешь, да И мне, и вам Да Мне больше, наверное Теперь уже мне надо стараться Чтоб ты меня не догнал Скажи, вот Тут фанаты Ну, поклонники Как еще их называют? Фолловеры Фолловеры, вот Фолловеры спрашивают Вот мне, например, дарят разные Закаточки Сальца Колбаски Ну, мне такого пока не дарят Маринады А хочешь? Хочу А что тебе нравится из этого всего? Из этого списка? Сальца Закаточки Любишь ты такое Вот все люблю А откуда он у тебя? Тебе в семье кто-то этим делом всем занимался когда-нибудь? И в семье занимался И я буду заниматься И, ну, все, что вкусно, все нам Ну, я начал закатывать в 35 Поэтому тебе чуть-чуть надо будет Нет, вот тут я надеюсь, я не начну закатывать Я надеюсь, будет человек, который будет закатывать Ой, подожди Это ты подожди Возможно, проснется страсть С закаточком Ну, пока как-то Ну, как страсть Да Когда тебе все надоедет Ну, а то есть ты проснешься, не переживай Первый, вот эта страсть называется голод Голод Первая, самая, да, самая настоящая страсть Да Ну, по крайней мере, мы тебя здесь хоть чему-то научим Я очень надеюсь А ты просто смотри, наслаждайся Никита Белькова у нас в гостях Пожалуйста Вот смотрю я на стол, на ваш И раз, два, три, четыре, пять Пытаюсь сосчитать все пакеты И не понимаю, это вы действительно неподкупные Которые я вас назвал сейчас А это не наши Это кто-то забыл Это кто-то забыл Хорошо, сейчас узнаем Чьи пакеты Наши А, все-таки ваши И не только Чем пожаловали, расскажите Мы в этот раз уже ехали с целью немножечко познакомить вас с продукцией, которая делается у нас в нашем городе Поэтому мы знаем прекрасно, Герман, что вы любите наши драники Драники О, точно, точно Мы вам дарим на пробу и членам жюри тоже Драники и чипсы, не переворачивайте А-а-а-а-а-а-а, все Прекрасно 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 И еще у нас есть такой момент, мы хотели бы уделить знак внимания вашей съемочной группе Они у вас очень замечательные, открытые, активные и позитивные люди И вот эти вот угощения моя мама передала баночку грибочков, хлебушек Это мой свекор дорогой И угощения тоже, смотри, на горке колбаска, но уже чуть-чуть другая, может она вам тоже сподобается Попробуйте все вместе И волшебный напиток, он действительно волшебный Для девочек с клюквой, а для мальчиков с хреном А в чем волшебство? То есть когда выпиваешь, что происходит? У каждого свое А у девочек что происходит? Они становятся еще краше Задорные Добрее, задорнее Активнее Активнее Мачки щедрые становятся А когда мужчины выпивают, это? Щедрые На этом можно и остановиться Вот, наконец-то, наши мужчины будут щедрые И вот это все тоже в съемочной группе Да, я думаю, что наши девчонки Надеюсь, до них это дойдет Мы надеемся тоже Прекрасные подарки, спасибо огромное Но это еще не все У вас же тоже пакеты с собой Да, мы вернулись после программы Уже, можно сказать, знаменитыми в нашем городе Так и есть Да, так и есть И наш знаменитый завод Поставский Он очень хотел передать вам гостиницу Мы не могли отказать в этом Также и жюри, и вам Специально для вас Передали вкусный подарок Как раз Расти Бока Да Расти Бока 2 И Расти Бока 3 Но это еще не все Полный набор Еще самое главное Еще не все Самое главное, он полезный А еще Очень важно Для каждого свой подарочек У нас есть индивидуальный Герман, вы Король Этой студии Вообще Король Но король Не коронованный Поэтому вы у нас будете коронованы Теперь уже для вас Да, специально для вас Для Андрея Михайловича Ну, это само собой понятно Самый знаменитый наш ковбой Имеет свою лошадку Имеет свою лошадку Для вас Такие запоминающиеся броши Антон и его перчинка Перчинка Перчик И перчик Прекрасно Замечательно Спасибо большое Спасибо Давайте не будем ничего готовить Просто накроем стол Сейчас Из-за этого всего Выключаем камеры И здесь мы хорошо проведем это воскресенье Согласны? Можно Герман, Герман А приготовим мы с Антоном Да Эх Я бы с удовольствием сделал бы так Но нет У меня есть на кухне Свои правила В одной восьмой финала Сражаются 16 сильнейших команд По результатам отборочного этапа Они по-прежнему готовят Из одинаковых ингредиентов И заранее набор продуктов Никто из них не знает На приготовление двух блюд У них ровно 45 минут Но выставлять граммы В этот раз жюри не будет Оценив вкус, подачу И технологию приготовления Эксперты шоу Определяют участников Которые проходят дальше И передадут конверт С их именами в конце программы Ну что ж Я предлагаю заглянуть в наши корзинки И посмотреть Что же мы для вас подготовили Внимание Перечисляем Яблоки Раз Масло сливочное Масло бабушкина крынка Капуста белокочанная Капусточка Сырок Сыр у нас тоже бабушкина крынка Шампиньоны Грибы у нас шампиньоны Иду к вам Что еще не перечислили Мясцо Мясце Это у нас фарш сегодня Ну повезло 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 Яйца Яйца Не назвали Да Сыр назвали Капуста белокочанная Мука 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 Бекон Бекончик не назвали Копченый Наверное Аромат идет Да Молочка Как всегда молочные продукты Корзинка просто бомба От радости До какого-то Непонимания Одна секунда Вроде блюда лежат А что приготовить Из них особо В голову такое Даже и не лезет Напугала очень капуста Потому что Дома у меня ее никто не ест Ем ее только я Ну и опять же для себя Я ее старалась не готовить И соответственно Капуста напугала Фарш Ну опять же Такой Продукт Который в принципе И готовим Но в основном Это у нас фрикаделечки Но никак не котлеты Конечно Нас немножко смутила капуста Потому что По моему усмотрению Она готовится достаточно долго Поэтому мы даже не брались С ней ничего делать Фарш С фарша можно приготовить Бекон Копченый Тоже Набор нам понравился Да Понравился Набор продуктов Интереснее Чем В предыдущий Раз Была И больше Рецептов Можно было придумать По сегодняшней продуктовой корзине Итак Мне Антон сообщил Что уже время вышло Да Минута закончила Что Так Вы были первыми Что будем готовить Приготовим Котлеты С фаршем Окунем вас немножко в наше детство И капустой Котлеты С капустой С фаршем и капустой Ну у нас в детстве они назывались капустники Ну давайте так и назовем Капустники И сделаем знаменитое блюдо Шампиньоны С сыром В беконе Что Ну оно сейчас С сыром Да Ну я сказала С сыром С чесночком Вы шутите Я же это только в голове У меня была эта идея Видите мы угадываем мысли Как вы достали Ну в смысле достали из головы эту идею Хорошая идея Мне нравится Все в порядке Все понятно Хорошо Так иду к вам Ну там интересно Там тоже интересненько было Слушаю вас Мы приготовим Первое блюдо будет Пуховицкие скорбонки Ничего себе Это что такое Это будут блинчики с начинкой внутри Блинчики с начинкой внутри Мешочки такие Мешочки Называются пуховицкие скорбонки Вот так Такое существует Скорбонки да Это мы сейчас такое Это вы придумали Сфантазировали Мы же вообще-то с пуховщины Так Ну понятно И сытные гнезда Там же Нет Не в скорбонке А не в скорбонке Отдельно Рядом Да 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 Со скорбонкой будут гнезда Гнезда Второе будет да Гнезда и скорбонки Да Вопрос по фаршу Он будет в гнезде или в скорбонке А это секрет Ну и вообще Не спрашивай у нас ничего Понятно Вам все понятно Эксперты Да Да Ну тогда что же Давайте начинать Обратный отчет Поможем Давай Все Три Два Один Поехали Андрей Да Что по фаршу Я прав был Когда сказал Что повезло Да По фаршу Достаточно просто Все приготовить Во всяком случае Не испортить Так это точно На первом месте Блюдо Ну вот Что для тебя важно Вот в блюде Из фарша Что важно Сочность Пикантность Наполнение Ингредиентов Вкус В фарше вкус Вот там можно играть С приправами С соусом Очень здорово Да Хорошо Как сделать так Чтобы не было Вот такой Столовки В самом худшем Его проявлении Сделать с любовью Как минимум То есть Столовка В худшем Ее проявлении Ну ты Ты студентом Вообще был Когда-нибудь Я студент И у меня прекрасная Столовая Хорошо Что ты ешь В столовой Борщик я сегодня Купил Раз А второе Второе Котлетку Кстати Ну Ну ты когда Есть столовка Она свиная Или свиноговяжья Я всегда спрашиваю Так она свиная Или свиноговяжья Свиная была Вот Так вот Свиная как раз Она Грубо говоря Что ты имеешь ввиду Уходит Грубо говоря В столовку А вот если Ее комбинирует Свиноговяжья Что является Правильным Большим для котлеты То как раз уже Да и стоит Подороже Конечно же Она же будет Иметь вкус Горядины И источность свинины Понимаешь Ааа Вот оно что Уже другое Да Да Второй раз Когда едешь Ты более волнительно К этому относишься Потому что первый раз Для тебя что-то Неизведано И неизведано А второй раз Ты знаешь Которые очень щепетильно Относятся к различным Соединениям продуктов Как они подходят К своим оценкам Что это Не просто Приготовить А надо еще И понравиться Своем блюде Поэтому Было более волнительно Лично я ощущала Себя комфортно На кухне Волнения не было Как в первый раз Оно конечно Присутствовало Но не в таком объеме У нас очень достойные Соперники были Если можно так назвать Коллеги по кухне Напоминаю Если вы еще не знали Что у вас Вторая строчка Рейтинга нашего Да Ладно Давайте на этом Мы остановимся Что вы останетесь На хорошей Второй строчке Идет? Мы надеемся И очень хотим Этого Надо хотеть Оно Подняться на первую строчку Ну в смысле Второе место Минимум Нет Мы договорились Что вы там остаетесь Все Это я сказала Глупости Вот Потому что Вы в такой момент Подошли герою Согласен Когда мы чистим Шампиньоны Согласен Моя задача Вам мешать Мешать И задавать Неудобные вопросы То есть Все таки Хотелось бы Наверх Конечно С этой целью Мы и пришли сюда А что там А что Как вы думаете Что нужно сделать Потому что Все таки Четвертый сезон Чтобы попасть На первой строчке Это же надо владеть Ого-го Как Постараться Вкусом Знать вкусы Этих товарищей Мы уже приблизительно Выучили Просмотрев все сезоны Проанализировав Все замечания Мы уже немножечко Представляем Мы хотим В это конечно верить Потому что К нам Нам так всегда говорят Что мы смотрели Мы прислушивались Записывали Пробовали А потом Пробуешь Думаешь Что не смотрели А потому что Все тебя боятся Все боятся Когда видят твой колпак И забывают о том Что они видели Понимаешь Ну хорошо Я надеюсь Что именно так Потому что именно Дома у них все получается Это важно Я буду болтать Послушайте Ну вот поставы Вот реально Рассказывают Что они проснулись Звездами Их узнают Спрашивают Каких-то советов Рецепты К вам Есть какое-то отношение После того Как вы поучаствовали Вы знаете Да Даже бывало Встречали люди Которые Ну неожиданно Они Ой а мы видели Программу Я даже вот перемотала Я даже вот Не сразу поняла Что это действительно Вы были Мы очень были Приятно удивлены Нарезал муж капусту Заложил в блендер Блендер что-то не заработал У нас Думаю Так Я как раз Краем глаза вижу Ты капусту положил Надо За много Я ему давай Из этого блендера Убирать капусту Потому что Ее очень много На мой взгляд Показалось Убрала быстренько Муж немного возмутился Что я убрала капусту Начали солить Посолил один раз Я подошла Говорю Мало соли Посолили еще раз У вас Рассказывайте как У вас же усадьба Да Вы так скромно Они рассказывали Ну у нас там Небольшая Там семейная Как на сегодняшний день Развивается Больше людей Узнали о вас Может быть Писать стали вам больше Да Может быть Спрашивать Что стали больше Писали Да Писали Но Чтобы прям Ну все равно У нас усадьба ведь семейная И в основном Даже когда у нас какая-нибудь там Ну Интересуются какие-то шумные компании Ну мы стараемся Как бы не отказывать Мы вообще Очень Прислушались к совету Андрея Михайловича К тому Что мы впускаем в свою жизнь Все-таки гостей Поэтому Поэтому Мы Мы теперь им приносим Свои какие-то идеи Свои То есть мы Предлагаем Свои услуги Но В то же время Мы впускаем Скажем так Не всех Не всех К нам Да Вот Это тоже очень важно Но и на самом деле С нами остаются именно Ну так сказать Наши На данный момент Мы уже Продумываем И вторую Так как детей двое И очень хочется Чтобы Ставить лет Чтобы кто-то убирал На двух усадьбах На двух усадьбах Правильно То есть вы Она как-то живет Ваша усадьба Живет, да И она живет лучше Когда дети там Помогают и работают Ведется так, как делает Андрей Абрамов Его гости Ему все Убирают Копают Выносят Мы учимся у Андрея Михайловича Между прочим Мы же брали опыт Не просто так мы к вам ездили Да Даже обещали живелу завести Да Обязательно Мы Надо просто к этому прийти еще умом Мало просто приобрести Нужно осознанно прийти к этому И подготовить Вот буквально я уезжал Ко мне приехала женщина Ну такая Не скажу, что с особым желанием Ну вроде как ребенку показала Ему понравилось Но я заеду Так они Вот мы сейчас уехали Они сейчас уже на двое суток остались Потому что он капризничает Категорически не хочет уезжать А когда ему моя мама Подарила рюкзачок Он его одел Не снимает А теперь говорит Я уеду только в том случае Если в нее рюкзачок Еще кролика посадить Это он маме так говорит Понимаешь Не хотят уезжать И я мама И ей нравится Я понял Все и работает Все работает По поводу детей Дети же любят не только кроликов Они же обожают макароны А то Это между прочим Одно из самых популярных блюд в мире Да А макароны Пастараль От Борисовского комбината хлебопродуктов Станут настоящим открытием для вас И ваших близких Изделия производятся только по ГОСТу Исключительно из твердых сортов пшеницы Вкус и качество продукта абсолютно не уступают разным аналогам импортным В общем А бонус Это конечно приятная цена Пастараль Настоящее открытие для вас И ваших близких Никита Да Тебя-то кто кормит? Расскажи ты Мама 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 кормит Очень вкусно кормит Когда может Когда может Ну я просто очень редко бываю дома Хотя как? Нет Дома-то я часто бываю Ну говори правду Забегать Забегать Понимаете Вот перекусывать Только и получается А нужно понимаете Питание Прям такое Обед Завтрак Обед Ужин И еще два приема пищи Вот на мой организм Да Но я немножко не успеваю Поэтому Ну питаюсь как могу А да А обязательства Кстати есть какие-нибудь У тебя по дому У меня да Приходить домой И все? Раз в неделю За одеждой Конечно Конечно Я стараюсь По возможности Помогать маме Но хотелось бы Делать это чаще Но в силу Определенных обстоятельств Где-то вот Я недорабатываю Я чувствую это Ну приезжай На хутор К фермеру Там доработаю Там доработаешь Смотри Вопрос такой А вообще Знаком с режимом дня Который включает Как минимум Зарядку Как максимум Режим питания Ну я занимаюсь спортом Вот Поэтому Ну не зарядка Понимаете А режим питания Тоже не поддерживает Режим питания Нет Я очень поддерживаю Саму идею Саму концепцию Вот это меня В моем Как говорится Уже возрасте Да еще и будучи Педагогом И тренером Преподавателем Вот с детишками Меня на сегодняшний день Это очень сильно беспокоит У молодого поколения Но абсолютно отсутствует Понимание О заботе О здоровье О своем В будущем Как минимум Ну просто режим дня Нужно поддерживать Завтрак, обед, ужин Какая-то минимальная зарядка Активность Там перехватили Там бутерброд Там непонятно что Зарядка с генальтикой Когда бурлит кровь Когда ты красив собой Когда у тебя девчонки на уме Какой режим дня Ты мне это рассказываешь? Ты уже забыл Что это такое Андрей Я как раз хотел тебе сказать Что как раз это все еще продолжается Продолжается Не знаю когда это закончится у меня В конце концов Ладно Так и быть Сейчас расскажешь поподробнее Я хочу сообщить о том Что первые 15 минут программы Истекли И пока Андрей нам будет Бурно рассказывать Я надеюсь о своей бурной Зрелости Вы посмотрите на ремонт Кто сможет воплотить весь замысел в своих блюдах А кто к сожалению останется лишь на старте Это самое горячее кулинарное состязание На белорусском телевидении Ваша любимая Народный повар Где хоть что-нибудь готовое? Мы держим интригу до конца Тут чуть-чуть Жарится Как жарится? Замечательно Я вижу шкварчит как надо А знаете почему? Потому что это наш партнер Гефест, конечно И он знает Как готовить на домашней кухне Но при этом ощущает себя настоящим Да, Антон? Шеф-поваром Секрет очень простой Многофункциональная техника Гефест Европейское качество От надежного производителя Которому доверяют потребители Более 70 лет Широкая модельная линейка Доступная цена Дизайн под любой интерьер И качественные материалы, конечно Варочные панели, например Оснащены сенсорным управлением И функцией ускоренного нагрева А вот духовые шкафы Тройным остеклением И даже шашлычницей Вдохновение Это дело техники Ольга! Да? Мне тут рассказали Вы что, на ушко? Да не то слово Прокричали, что вы родом С севера А, да Еще, да, плюс с крайнего А что, удивляетесь? Это не правда, что ли? Правда Ну так вот Рассказывайте Что там на кухне готовят Что вкусного Чего нет у нас Я знаю про ту кухню Только с рассказываем родителей Ну допустим Кстати, можно передать родителям привет? Ну, конечно Мама, мама, папа Я вас очень сильно люблю Как зовут? Огромный привет Мама Тома Папа Миша Как зовут? Мама Тома Папа Миша Папа Миша Папа Миша Я вас безмерно люблю Привет вам огромный Я еще хочу передать привет Своим вторым родителям Родителям мужа Мам, Валь, папася Привет огромный А про кухню севера я только знаю С рассказов родителей Поехали Что там? Что? Я наслышана, что там была икра Дрехлитровыми банками Вот это я точно знаю в свое время Двухлитровыми? Трехлитровыми Как твои помидоры твои как? Как мои помидоры Еще Ой, фаланги крабов Это не про север Это про Дальний Восток А про север, почему не про север? Почему? Подо льдом Нет, тогда уже про Камчатку Точно? А, это другое? Я же сам 10 лет на Дальнем Востоке А, это другое С вами нельзя спорить? Нет, нельзя С вами нельзя спорить Во-первых, у меня было всегда очень волнительно Тонкие блины Для меня отдельный вопрос Потому что надо, чтобы была сковородка определенная Чтобы на ней они не прилипали Я очень волновалась, когда именно замешивала тесто для блинчиков Чтобы только они мне удались Четыре блина сделаем И хорошо Так, иду к вам Юлия, Александр Значит так Вы 12 лет уже вместе Да Но мы не спросили, как же вы познакомились? Случайно Как это было? Случайно Или это... Здесь случайно История скрывает Как это произошло? Просто на рынке случайно встретились Я говорю, случайно Ну, это на самом деле Встретились две души на рынке, да? Да Класс И все И закрутилось Наша Что покупали? Корову Все было Самое интересное Что на свидание он меня возил Куда-нибудь в кафе Мы ездили, красили забор Ремонтировали трактор Ему? Ему А кому? То есть Собирали яблоки Косили Очень много можно всего перечислять Какие у нас были свидания? Красавчик Не, молодец Молодец Сразу проверили Сразу испытания пошли Никита Никита А ты последний раз Куда водил на свидание девушку? Да я уже и не помню Давно это было Серьезно? Я тебе говорил Делай заряд Подожди На память На память влеет В лес А давай без денег В лес это было в наше В лес это было в наше В лес это наше В лес тоже прикольно А давай вот Ну нету средств Куда-то везти В дорогое место Куда? У нас красивый город Ну вот если нет средств То есть нет средств Вообще ни на что Ну да То есть просто можете ходить Да У нас очень живописненько И у нас как-то прогуляешься И разговор пойдет И душа откроется Душа откроется Нет Пусть будет так У нас было два места Лес И подъезд Вот у нас подъезд отпал Да А лес остался В лесу тоже очень живописно Но сразу просто Вот если сразу Вот на первое свидание Девушку в лес Не пригласишь То есть должен быть Определенный уровень доверия А как бы Ошок Ошок И там ягоды Смотрели То почему бы и нет Ну вот я бы На месте девушки Вот если бы меня Девушка пригласила На свидание Я бы не пошел в лес С девушкой Знаешь какой у меня Есть классный Я сейчас подумал Вот если бы я Вот был в твоем возрасте Я бы поехал бы В приют Покормить бы животных С ней вместе А вдруг она не любит Это было бы Ну тогда есть вопрос Кто не любит животных Девушка Ну да Уже странно Согласен Значит все Девушку значит все Герман Герман То есть сноуборд Она должна по умолчанию Любить А животных нет А животных нет А животных нет Светное будущее Любимое блюдо На костре у нас Шампиньоны в беконе Тут был сыр Но Моя Женская рука Не умеет тонко Нарезать бекон И я его прям Ломтями нарезала Большими И Ну это сыграло Со мной злую шутку Потому что Бекон С трудом Заворачивался Вокруг шампиньона Когда жена Паластавила Эти грибочки В духовку Я даже не заметил Я думаю Почему она Их еще не делает А она их уже печет Вот это у меня Как-то да Выпало Из моего даже Видозрения Почему вы говорите Что ваша семейная жизнь Началась не так Как у всех Почему 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 Свидание понятно Что такое себе Не Расписывались 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 Мы не в своем городе А в деревне В деревне В сельском совете Нас Расписывал председатель Сельсовета Не вот эта женщина С книгой Да И Была женщина С книгой И мужчина Рядом стоял И Висело Солнце такое яркое Светило И мороз Вообще Погода была чудесная На самом деле Может вы еще помните Что там было Конечно Я помню до сих пор Вы то помните Вы не забудете Это никогда Ладно Вы расписались Вот в такой Интересной обстановке А свадьба Как прошла Тоже было что ли Там это В палатке В такой армейской Ну Это была зима Палатки не было Были Санки Пленка С горки Плюшек Еще тогда не было У нас Не было Озеро Озеро Да Катались На санках Ну Все 40 человек Ну Согревались Конечно Активно Двигались И согревались Активно двигались Друзья Мы тоже активно двигаемся Но уже к финалу нашего шоу Потому что Вторые 15 минут программы Истекли Радуются только эксперты Что они истекли Потому что Побыстрее Да Побыстрее бы уже попробовать Ну Друзья мои Короткая реклама Чтобы вы успели Достать продукты Которые есть в холодильнике Готовить вместе с нами Открой для себя Новое звучание Привычных блюд Это музыка Твоего настроения Одним движением руки Переключаем мелодию И радуем Тех, кто рядом Гефест Вдохновение Дело техники На нашей кухне Обычные белорусы Могут воплотить в жизнь Свои разные кулинарные идеи Это самое теплое Уютное Семейное Шоу Народный повод Никита Слушай А получается Что начинал Ты свой Творческий путь У нас на телеканале Это правда Мне было 6 лет Это был телепроект Я пою Да Тогда я вышел На сцену Дворца Республики И кайфанул Серьезно? Ну Теперь я называю это так Подвузник Не мешал тебе Кайфануть Мне классно Была большая сцена А я тогда еще не понимал Вот этого страха сцены И никогда больше Его не понимал Ну то есть сразу Как-то прошел этот этап И классно Классно Шикарное время было Молодость моя А сегодня что не очень? А сейчас уже другая молодость А вторая молодость Жабурная молодость А следующая пенсия? Та, про которую вы рассказывали Следующая стадия Это пенсия Готовься Так Ну сейчас все Крутится вокруг Подписчиков Вокруг фолловеров Ну не знаю У кого как Ну у тебя что Мало их что ли? Ну жизнь моя Вокруг них не крутится Жизнь моя Крутится вокруг музыки Хорошо А как же без зрителей Без поклонов? Не, 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 не В плане Ну то есть не нужно Зацикливаться на цифрах То есть цифры это хорошо Но важнее музыка То, что мы делаем И люди А пишут тебе что-нибудь В личку там Что-нибудь интересное Может быть Меня просто никогда не писали Поэтому спрашиваю Ну я не верю Что вам никогда не писали Как минимум я писал А да? Да, вы все не читаете То самое сообщение Висит, непрочитанное Висит Это твое Ну ладно Но все-таки Если пишут То что обычно пишут? Ну есть такой тип людей Которые пишут Привет Ну мне очень нужен Твой номер телефона Мне очень важно услышать Твой голос Именно сейчас Верю в это Верю что такое есть У тебя есть Живой бенд уже Правильно? Да Что за ребята? Где ты их нашел? Ой, я нашел их через своего друга С которым мы учились в колледже Он на курс младше Он тоже пианист Как и я Ты тоже пианист? Да, я закончил колледж При катератории на пианиста Понял тебя Прекрасно Вот И через него я нашел Нашел всех ребят Да И мы собрались в такую команду Как бы продюсер очень помог И теперь выступаем с бендом И это совершенно другой уровень И я жду очень лето Когда будут вот эти Вот эти открытые концерты Open Air Вот И там мы дадим жару Я думаю О, тоже классная идея Хорошо Это выступление А что касается именно авторской музыки Есть у тебя желание Что-то делать самому? Самому? Да Я как раз начал Недавно Вот я недавно дописал песню Сейчас еще начинаю писать И даже скоро выпустим Вот Нужно просто это все привести В такой вот Скажем, надлежащий Словай музыку? Да И даже Все вместе? Словай музыку? Да Ну вот как-то накатило Знаете Бывают в жизни периоды Когда ты приходишь к тому Что музыка приходит к тебе сама Ты понимаешь Что нужно делать Вот непросто Да Вот И я этому тоже очень рад А как называются песни? Просто название Может быть Пока без названий Пока без названий Не крестики нолики, нет? Было бы слишком банально Банально Вот если крестики нолики 2-0 2-0 Вот тогда 2-0 Это не она Хорошо Ну при всем при этом Ты еще и студент Естественно Первокурсник Да, белорусского государственного университета культуры Культуры И искусств На факультете Сейчас Ооо Не-не-не, там просто нас учат очень правильно говорить Ну давай Ладно, давай неправильно То есть, ну у меня специальность Эстрадно-джазовый вокал А факультет Блин Просто Вот можно этого никто не увидит Конечно можно Я учил Я правда учил Конечно можно Ты живя с мамой Ты не знаешь Что такое полноценная семья Пфу Семейная жизнь Ну это семья тоже Не знаешь бед Не знаешь бед Это тоже семья В общежитии Это же целая жизнь Общага это не моя тема, честно говоря Не твоя? Ну вот жизнь общажная То есть вот в эту тусовочку я аккуратненько вливаюсь Да И что там интересно Там и без общаги можно как бы Ну можно и без общаги, да Но сама общага это не моя тема То есть я такой домашний человек Я люблю уют Я люблю возвращаться к семье после тяжелого трудового дня Знаете, это вот моя тема Я потом, когда будет другая Ну в плане Семья уже там с женой Да, вот там я тоже буду любить возвращаться Потом он не захочет возвращаться А возвращаешься наоборот? Либо я разочараюсь в жизни А возвращаешься утром? Нет, да, иногда Нет, да, иногда Рано Рано, что с сочи не прошло Наверное, будем заканчивать на том Что когда все-таки дойдешь до института Узнаешь, как называется твой факультет Нет, да, ну я знаю Просто я боюсь именно неправильно сказать Поэтому я лучше изучаю Скажи неправильно, скажи Да ну как-то Ну давай, между собой Как по-любому двойка уже по-любому Понимаешь? И в школе А я уже не спрашиваю, как зовут А, это музыкальное искусство эстрады Или это не факультет? Тоже хорошо звучит Хорошо звучит Ну это точно есть Только я не знаю, что это Там просто, знаете, факультет, кафедра, деканат Я путаюсь в этом все Постоянно путаюсь Творческий человек, настоящий Короче, факультет музыкального искусства эстрады Звучит, вот Нормально Уже хорошо, уже нормально Надеюсь, простите, я доучу Ладно, кто преподаватель, я не спрашиваю Ирина Аркадьевна Дорофеевна Это аплодисменты, конечно Это для вас, Ирина В процессе готовки мы забыли Вовремя достать гнездо Посмотрели, готовы Закрыли и пошли делать дальше Ну, чуть-чуть пересушили Ничего с каждым бывает И у нас в гостях Образцовый вокальный ансамбль Песенка Когда на сердце очень грустно порой Вау Вау Когда от грусти эти слезы рекой Вау 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 Одно лишь средство и не секрет Ты улыбнись и скажи всем привет Привет! Жизнь станет легче Жизнь станет лучше И ты увидишь, солнце выйдет из-за тучи Привет! Вау Скажу я миру привет Вау Он улыбнется в ответ Вау И тихо скажет Привет! Привет! Вау 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 И чтобы не случилось Жизнь хороша Вау 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 Ты эту радость в мир отпусти Дари улыбки привет И дари привет Жизнь станет лучше Жизнь станет легче И ты увидишь, засияет солнце ярче Привет! Вау Скажу я миру привет Вау Он улыбнется в ответ Вау И тихо скажет Привет! Привет! Вау И пусть от горя и бед Вау Хранит привет Амулет Вау Приносит счастье И свет Приносит счастье и свет Одно лишь слово привет Привет! 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 Вау Скажу я миру привет Вау Он улыбнется в ответ Вау Вау И тихо скажет Привет! 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 Вау И пусть от горя и бед Вау Хранит привет Амулет Вау Приносит счастье и свет Привет! Привет! Можно создавать вокально-инструментальный ансамбль уже настоящий Песенка у нас в гостях Спасибо артистам Спасибо! Герман, Герман, Герман Что? Время истекло В смысле? Ну все Уже? Да! Время! Стоп! Три! Два! Один! Стоп! Стоп! Время! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж От дегустации нас отделяет только маленькая реклама Дождитесь Мы вернемся ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фруктовые йогурты звонко собрали самые удивительные моменты лета Они продлят солнечные дни Добавят ярких красок и тепла Попробуем мгновение на вкус ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже смотрю, что все блюда приправлены здесь волнением, здесь ожиданием А это значит, что пришло время пробовать, друзья Это самое вкусное шоу Народный повар ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собственно говоря, чего ждать? Вы били первыми Вам и держать ответ А, и крестики Нолики Нолики Ну у вас нолики Сейчас посмотрим, сколько вы им Не в том плане Ну да, главное, чтобы не нолики Ну что ж, даем старт на дегустацию Правда? Да Давайте Приятного аппетита Спасибо огромное Спасибо большое Ну что ж, стартуйте Ну и мне, как говорится, тоже приятного аппетита У меня для поддержания фигуры Здесь вот есть самый вкусный и полезный кисломолочный продукт Из натурального молока и закваски Это йогурт Мои любимые бабушкины крынки И у них, кстати, есть целая линейка вот таких высоко белковых йогуртов Эко-грека С самыми разными вкусами Это и ваниль Это и черника Это и микс орехи, злаки и мед Но главное отличие это состав Там нет сахара Только натуральный подсластитель А вот повышенное содержание белка и фруктовый наполнитель сделают перекус вкусным и полезным Бабушкина крынка сохраняет полезные свойства молока А ее продукция придется по вкусу самым избалованным гурманам Непроизвольно ты наблюдаешь Вкусно, невкусно Какую-то реакцию ловишь Мимику, жест Смотришь Если там второй раз уже пробуют там или кушают Второй раз подносят там вилочку То уже понимаешь, что это, наверное, неплохое блюдо как минимум Оно съедобное, коль его еще раз попробовали Да, ловили взгляды и мимику каждый раз По лицам экспертов, мне кажется, вообще невозможно оценить Нравится им, не нравится, какой вкус, баланс вкуса Ничего, это настолько эксперты у нас достойные Что они даже глазом не моргнут, чтобы показать Раньше времени, что им понравилось, а что не очень Так, волнение прочь Слушаем Пожалуйста, Андрей Абрамов Ну что, милые девушки Ну, на самом деле, справились Все хорошо Чтобы вы сразу выдохнули Но учитывая, что все-таки одна восьмая финала И мы уже выбираем победителя, который пойдет дальше То есть, на мой взгляд, от меня пару замечаний Я лук очень люблю Но, тем не менее, вот это колечко Красиво, но запах вот этого сурового лука Он просто везде Вот, вот На мой взгляд, это тоже Точно не в положительную сторону на блюдо влияет Вот И по гнезду Все-таки можно было бы сделать фарш более сочным Само это сытное гнездо Можно было более сочным сделать Учитывая, что это не говяжий фарш, а свиноговяжий То здесь вам нужно было поработать То есть, его заправка сверху не сделала сочнее А вы его где-то что-то подсушили Вот, поэтому это тоже не в положительную сторону для вас сыграло Вот, а начинка И, собственно, целое блюдо с блинчиком Как он там с... Пуховицкой скорбоны Скорбоны, да Вы знаете, очень интересно Бекон придает особого шарма Вот, он прям ярко выделяет И с блинчиком Это вот мне особенно понравилось Я хочу отметить вот эту вот вашу задумку Она вам удалась и мне очень понравилась За исключением колечко Спасибо Все, молодцы Спасибо Шарма Интересно Шарм Никита, как тебе шарм? Шарм? Шарм был Шарм был? Был шарм Так, ну во-первых, я как бы сразу скажу, что я немножко не объективен в том плане, что я прям очень не люблю грибы Вот, в любых проявлениях Поэтому, ну с другой стороны, как бы и те, и те участники как бы в одинаковых условиях Абсолютно верно То есть, поэтому мне немножко сложнее оценивать эти блюда Вот, ну вот блюдо с блинчиком мне понравилось немножко больше Там как-то вот в комбинации, то есть, мне было приятно это кушать, несмотря на то, что я не ем грибы Вот, а в блюде, которое называется «сырные гнезда» Вот, не знаю, то есть, наверное, вот это блюдо я бы доел, а это, возможно, нет, но это тоже скорее вкусовщина Вот, конкретно для меня, то есть, не мой, наверное, вкус какой-то, но, опять же, для меня это из-за грибов То есть, я с этим не могу особо смириться, вот, но в то же время, вот даже чисто эстетически, мне это было приятно есть А пальма как тебе? Пальма, я вот, вот это и есть эстетика Это из шарма прямо Вот, в общем, мне просто интересно будет на контрасте посмотреть, что мне больше понравится, учитывая, что и там, и там я не люблю грибы Вот, но за блюдо спасибо большое Спасибо Антон, пожалуйста, вам слово, что скажете Итак, Юлия и Ольга, я начну с ваших, как мне, скорбонки, да? У вас кто-то из вас не любит соль, да? Мы в прошлой программе очень ее любили Сейчас вы ее забыли дома, да, такое чувство, да? Потому что, ну, здесь вас спас бекон Потому что он сам по себе, он соленый, и здесь со вкусом все хорошо Сам блин очень шикарный Вкус сам блин бесподобный Вот само блюдо отличное Да, лук, конечно, это зря Ну, что же делать? Можно было завязать там петрушкой, укропом завязать Резинку для волос Опять-таки Потому что без волос Ну, это главное, конечно Да, ну, лук сырой, это, конечно, у нас уже точно нет, но это на будущее вам, да? Для дальнейшего Но когда ты переходишь после вашей скорбонки к вашему сытному гнезду, то здесь ощущается то, что вы соль забыли Ну, там нету соли вообще Он, вот фарш не соленый Сыр, он дает какую-то свою соль, да? Ну, ее забрали грибы себе А фарша ее почти нет И вы его пересушили, и это ощущается И... Будет сложный выбор Но то, что вы старались из-за этих вот скорбонки пуховистки, да? Это прям успех Спасибо большое Спасибо Спасибо нашим экспертам Спасибо Да, выбор правда, я не знаю как, но будет сложно Особенно Никите, когда ему ничего не нравится Друзья, мы увидимся после короткой паузы Редактор субтитров А.Семкин А.Кулакова А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Каждое воскресенье мы предлагаем вам абсолютно уникальные рецепты. Ведь это самое вкусное, семейное, а, кстати, уже проверенное временем, шоу «Народный повар». Как дела? Отлично. То есть вам понравилось то, что сейчас происходило, и вы ждете... Мы в предвкушении. В предвкушении. Ну так вкушайте же. Приятного аппетита. Приятного аппетита. А, не забываем про хлебушек. Не забываем, он у нас самый вкусный и полезный. От партнера нашей программы, производителей хлебобулочных и кондитерских изделий компании «Домочай». И в этом году «Домочай» приготовил несколько новинок. Это хлебец шпинатный с добавлением шпината, хлебец текавы с куркумой и булочка томатная с семенами льна специально для тех, кто следит за своей фигурой. Компания «Домочай» необычайно домочайна. Сначала мы видим, как пробуют блюда соперников. И я вижу, что они с таким аппетитом их едят. И видя то, что у нас на тарелках, ну как бы оно желало лучшего, на мой взгляд. И я думала, ну все, как бы не расстраивайся, не расстраивайся, успокойся, все. Не знаю, в этом моменте я был в какой-то прострации, я даже этого не видел. Не знаю, где был. Вроде пробовали, видел, как ставили тарелки на пробу. Ну и видел, как потом они ему давали результат. Больше этого ничего не видел. Ну и тут начинает сразу Андрей Михайлович пробует. Смотрю и так, ну, ест, смотрю, даже шампиньончик кушает. Так, ничего не отставляет. Ну и меня так это взбодрило немного. Уже все готовы. Одухотворенные лица. Все рады и довольны. Особенно Андрей Абрамов, пожалуйста. Ребят, вот это блюдо, которое вы придумали, вы его раньше вообще когда-нибудь готовили? Да, готовили, только бекон был чуть-чуть длиннее, и поэтому полностью шляпку можно было обернуть. А тут можно было вдоль разрезать, но что-то мы не сообразили. Но это бы ничего особо не поменяло. Это на самом деле сейчас не важно. Главное, что вы когда-то такое блюдо готовили, вы это не сейчас придумали, готовили не первый раз. Да, готовили. А, понятно. Хорошо. Вот. Ну это шикарно. Это вот вообще, особенно учитывая, что у вас есть усадьба, вот не стыдно за наши усадьбы, если вы так кормите своих гостей. Это просто шедевр. Реально все мне понравилось. Вот просто все от начала до конца. Но тем не менее, по мелочи немножечко скажу. То, что бекон толстоват, я заметил это, да, безусловно. И мне кажется, вы его солили что ли? Дополнительно? Нет, я шляпку посолила. Ну, просто мы уже, исходя из предыдущего опыта, знаем, что шампиньон может дать просто... Забрать соль. Я понял. То есть есть где-то такая, знаете, нотка чуть-чуть пересола, но так как это бекон все-таки, и здесь роскошный соус абсолютно, то мне это не помешало, на самом деле. Может быть, по моему сегодняшнему настроению. Вот. Потому что как раз по соли в котлете вашей, в капустной, вот, там вообще просто идеальный баланс. Особенно чувствуется этот... Внутри соли мало, но вверху ее как бы вроде как чуть-чуть много, но в балансе получается просто огонь. Также котлета на грани вроде как и суховата, а в то же время она так шикарно жуется. И внутри начинки, внутри эта начинка, она придает еще дополнительного вкуса, особенно со сметанкой, с капустой. Знаете, я на самом деле шокирован здесь. Как вы грамотно все подобрали одно к другому, ничего лишнего, все подходит, и все играет. И вот это блюдо я вообще никогда не пробовал, грибочки с сырком и с беконом. Я просто в восторге от них. Еще раз отмечу соус. Короче, вы сегодня меня убили на повал своими способностями, да. И как вы все это дело обыграли и очень красиво подали. А как вкусно вы рассказали об этом, даже мне захотелось попробовать. Во, молодцы, огонь. Спасибо, спасибо, Андрей. Никита, что по грибам у нас сегодня? Я начинал с котлетки. Я грибы отложил сначала. Вот, и мне все понравилось, и салатик, и котлетка, оно все как-то гармонично сошлось. Я понял, что я примерно это и ожидал от этого блюда, и мне понравилось. Потом я пришел к грибам. Думаю, а меня сразу пугало, что он такой огромный. И прям, ну вот тут гриб, так гриб. А я думаю, ладно, еще маленький. Как ночной кошмар для тебя получается. Да, но я думаю, ну надо же попробовать. Ну как не попробовать? И попробовал, и знаете, и вкусно. Несмотря на то, что гриб. Несмотря на то, что шампиньон. Понятно, что для меня специфический вкус. Но как-то за счет, не знаю за счет чего, но сглаживалось это все. И я ем, и такой, и можно кушать, и даже вкусно. Сыр и бекон, короче, вот спасли ситуацию. Ну, да. Получается, да. Вот, ну в общем, мне понравилось. Спасибо. Пожалуйста, Антон, разберите нам на молекулы. Легко. Александр и Юля, я не знаю даже, что начать. Я начну, наверное, с вашей котлетой. Котлеты. Капустника. Ну, мне показалось, возможно, у вас свой рецепт, да? Но капусты здесь должны быть больше. Больше? Должно быть больше, нет? А, должно быть. Я убрала, я прям рукой достала я же, чтобы он больше не положил. Ну, я вам скажу, что, во-первых, пересолено. Пересолено. Да. Во-вторых, фарш суховат спасает только то, что там есть капуста. Но капусты хочется больше внутри. Да, тогда это будет капустником. Потому что, если бы вы его не звали капустником, да, то, возможно, бы не все поняли, что там есть капуста. Кстати, да, я не понял этого. Нас в детстве так мама и обманывала. Капусты хочется явно... Канури на мясе давали капусту. Явно хочется в ней больше. Потому что капуста – шикарный овощ, и он не только в салате готов, да, он, может быть, даже и везде. По поводу ваших грибов, явно бекон очень толстый, да, и он мешает этому балансу вкуса. У меня даже один гриб был даже без сыра. Он убежал. Убежал и съел его Герман. Да, я его доел, он там поджарочек был. Кушать вкусно, кстати, вкусно. Да. Наверное, было бы правильнее, из кулинарного плана, бекон порезать мелко, да, положить его, вот сверху положить, да, с сыром закрыть, и тогда бы не нужно было грибы солить, да. Соль от бекона ушла бы в грибы, да, сыр бы еще в волоке, это было бы все идеально вкусно. А вы худесник, Антон. Ну да, да. С оста можно было чуть-чуть поиграть. Это очень просто. Это вкусно, но много бекона. Он берет на себя много таких первых скрипок этого вкуса, да, и потом уже хочется все попробовать, да, чтобы было и соус сыграл, да, и шапеньоны, и сыр. Ну, с сыром мне тут не повезло, конечно. Но идея хороша. Идея такая, что ее можно развивать, ее можно пробовать и можно взять на заметку. Надо взять на заметку первых скрипок. Да, обязательно. Даже я, музыкант, не знал такого. Очень красиво сказано. Хорошо сказал, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Антон, спасибо экспертам. Ну что ж, у экспертов есть еще возможность пока подумать. Ну, по крайней мере, у двоих из экспертов. Ты уходишь? Потому что третий будет работать. Конечно, Никита Бельков, встречайте. Стоя под дождем, я в который раз ради тебя из дома убегаю, только все не то, ты для меня как урок, и я завалил экзамен. Что не говори, что не говори, тебе все не так, поднимаю над собой белый флаг, просто там внутри в голове бардак, это мой очередной косяк. Ой, во дворе, там, где гуляли мы с тобой, да темно, да темно, да пыри луне, говорила шепотом на ухо, что ты в ногу левна. Ой, во дворе, там, где забыли мы на эту любовь, у костра, догорели мечты, и походу тебе уже пора, а мы угорели до утра. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добры создавал DimaTorzok Ну что ж, в этом конверте у меня имена победителей сегодняшнего тура, сегодняшней битвы. Итак, у нас две сильнейшие команды. Я не знаю, чье имя там, но так решили эксперты. И дальше у нас проходят Александр и Юлия! Поздравляем! Девчонки, вы тоже очень классно сегодня играли. И вообще, я думаю, что ваше участие запомнится нашим зрителям. А особенно ваши пакеты. Да, без них мы точно никуда. Спасибо огромное за игру, вы классные, вы супер-классные. Спасибо! Смотрите выпуски «Народного повара» и ищите рецепты участников в нашей группе в «Одноклассниках». Итак, самые шикарные подарки – это, конечно же, молочная продукция от «Бабушкиной крынки». Также лучшие в своем деле – это «Гефест». И, конечно же, вот эти очень нужные предметы на кухне. Я не знаю, что это, но Антон сказал, что это круто, это подарки от него. Ножи, ножи, конечно же, ножи. Аплодисменты, спасибо нашим партнерам. С вами было самое вкусное семейное шоу на ОНТ «Народный повар». Пока! Увидимся! Мы очень рады за наших оппонентов. Они тоже достойны были, как и мы, этой победы. Мы очень рады, что так получилось. У нас появился опыт, у нас появился кругозор, расширился. Тоска. Не обида, не злость, а просто небольшая тоска, что, наверное, мы больше просто в этом сезоне не поприсутствуем. Мои эмоции нельзя передать словами, потому что вот то, что сейчас со мной происходит, ну, я пока еще не верю в это, вот честно. Эмоции бомбические. Они меня бьют сейчас со всех сторон. Я не планировал дальше здесь оставаться даже. Ну, то, что мы приедем еще раз, я пока что не верю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кул게ер